МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ВКТ время новостей в студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Построить дом на садовом участке или ИЖС без уведомления мэрии не получится. Поправки внесены в градостроительный кодекс. Летом многие бизнесмены ушли в тень. Это отметили на заседании городской комиссии по охране труда. Победитель новой волны не только увез из Сочи заветную статуэтку, но и оставил автограф на одной из центральных улиц вместе с бывшими конкурентами. Индийская классика. На сочинской сцене показали один из самых древних национальных танцев. Победитель новой волны россиянин Дан Розин увез из Сочи не только заветную статуэтку конкурса, но и, как признался сам, набрался здесь здоровья. А еще вместе с остальными конкурсантами оставил звезду на главной сочинской улице. У новой волны масса традиций. Одна из них – закладка звезды конкурсантов. В этом году имен 15 по количеству участников. Памятная звезда новой волны 2018 станет для всех конкурсантов. Но для одного Дана Розина важнее признание, которое он получил. Невозможно передать счастье, но я понимаю, что впереди очень много работы, что это только начало и впереди очень большой творческий путь. Мне очень понравилось. Я первый раз в Сочи и атмосфера потрясающая. Солнце, море, подышал наконец-то. Набрался здоровья, в общем. 19-летний Дан Розин по итогам голосования членов жюри набрал 298 баллов. К слову, музыкой он увлекается с детства, а если точнее, пишет ее с 4 лет. Помимо хрустальной статуэтки, финалисту вручили сертификат на 2 миллиона 800 тысяч рублей. Второе место поделили представитель Армении Георг Арутюнян и россиянка Дарья Антонюк. У нее же приз зрительских симпатий. Третий стала гречанка Деми. От аллеи звезд новой волны, что она новогинская, фестивальная делегация направилась на улицу Несебрскую. Здесь такая же аллея, только вместо звезд на ней барельефы. Эти скульптуры лепили все участники предыдущих конкурсов. Изготовили очередную своими руками и участники новой волны 2018 года. Помогал ребятам в создании барельефа известный сочинский скульптор Вячеслав Звонов. Свой след на памятной скульптуре конкурсанты оставили в виде логотипов своих музыкальных групп, собственных инициалов и национальных флагов. Разбитые бокалы с шампанским на удачу, которая молодым артистам необходима. А таланта у них хоть отбавляя, отметил продюсер и член жюри новой волны Игорь Крутой. Мне кажется, очень сильный состав участников, что придало конкурсу такой и пафос, и качество. В какие-то моменты, наверное, конкурсантов было интереснее слушать, чем звезд. Но, мне кажется, сложилось в этом году. Удачно все сложилось и для горожан. Сочинцы, как и курортники, в этом году стали зрителями сразу нескольких бесплатных концертов с участием звезд российской эстрады и двух дискотек. Я уверен в том, что и конкурсанты очень довольны, и гостеприимством города, и возможностью полюбоваться красотами города, и гости нашего города довольны, потому как, приезжая в Сочи, они могут не только купаться в море, не только ходить в горы, не только на лыжах кататься, но и обязательно имеют возможность принять участие. Либо на концерт хороший пойти, либо на хоккей сходить, либо на футбол, либо на «Новую волну», либо на фестиваль Юрия Башмета, Игоря Бутмана. Что касается кривотолков по поводу места прописки «Новой волны», то они закончились. Теперь фестиваль «Дома», отметили организаторы. Сочи вошел в тройку городов России, предпочитаемых для путешествий на осенние выходные. Курорт расположился на втором месте в рейтинге туристических направлений для отдыха в осенние дни. ТОП составил российский сервис бронирования жилья «Твил.ру». По данным сервиса, туристы, которые бронируют осенние выходные в Сочи с 1 сентября по 31 октября, в среднем отдают за проживание примерно 2500 рублей в сутки. Лидирует по популярности осенних путешествий по России с Санкт-Петербург. Также в ТОП-10 вошли Ялта, Казань, Москва, Екатеринбург, Петрозаводск, Калининград, Ярославль и Коломна. К другим новостям. На Кубани ищут амбициозных и молодых профессионалов. Кадровый резерв края смогут пополнить участники конкурса «Лидеры Кубани. Движение вверх». Участники, которые пройдут очный этап, смогут в течение полугода получить личные консультации от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. Организаторы планируют получить 400 новых специалистов. Принять участие в конкурсе призвал глава региона Вениамин Кондратьев. Кадры решают все, и мы делаем ставку на молодое, активное, амбициозное поколение. Именно эти люди определяют будущее нашего края. Финалисты смогут пройти стажировку в различных организациях края, повысить квалификацию и найти новую работу. Зарегистрироваться в конкурсе участники могут уже с сегодняшнего дня на официальном сайте. Свои силы могут попробовать все граждане России не старше 50 лет с высшим образованием. Есть требования и по стажу. Если возраст участника не превышает 30 лет, ему нужно отработать по специальности не меньше года. Два года участникам, которым за 30. Все внимание на этих выходных было приковано к Геленджику. Десятки тысяч гостей побывали на международном форуме «Гидроавиасалон». С каждым годом новейшие разработки авиации и морских судов занимают все больше площадей. На этот раз понадобилось 4,5 тысячи квадратных метров. Там размещаются больше 50 экспонатов, образцов летательных аппаратов, беспилотников и водного транспорта. Практически все в натуральную величину. На выставке впервые заговорили о цифровой трансформации отечественного машиностроения. Это стало новинкой этого сезона. На площадке специально отвели место для презентации цифровых экспозиций. Свои работы представляют и молодые разработчики. Форум стал своего рода точкой притяжения для юных специалистов, где они могут перенять знания опытных разработчиков. Все инновации могут не только способствовать развитию экономики, но и сделать жизнь людей комфортнее. Геленджик принимает 12-й раз «Гидроавиасалон». Я могу смело отметить, что с каждым разом гостей и участников становится все больше и больше. Новые технологии не должны быть оторваны от жизни. Они не должны быть чем-то далеким, непонятным. И все, что сегодня производит наша российская авиапромышленность, должно в первую очередь служить людям. Конечно, способствовать развитию нашей экономики, но самое главное – делать нашу среду жизни более комфортной. И я уверен, что «Гидроавиасалон» будет этому способствовать, потому что из года в год те идеи, которые были лет 5-7 назад, представлены в виде проектов и всего лишь занимали какое-то место на стендах, сегодня, уже сегодня реализуются и притворяются в жизнь. Вот в этом, наверное, основная задача и смысл Геленджикского «Гидроавиасалона». Такое количество интеллектуального потенциала на квадратный метр я не встречал еще на одной выставке. Это задача, которую министр промышленности и торговли Матров Денис Валентинович поставил перед нами в организации этого салона. Важнейшая вещь – это интеллектуальный обмен между специалистами-конструкторами, которые приехали сюда, действительно запущен. Летная программа, чемпионат России по аквабайку, детские инженерные школы. В общем, можно перечислять и перечислять. В этом году участниками «Гидроавиасалона» стали больше 200 компаний. Это и российские разработчики, и представители из шести стран мира. Кроме презентации инновационных моделей, на форуме проходят пленарные заседания и конференции. Там специалисты из Международного научного сообщества обмениваются опытом и обсуждают технологические разработки в гидро- и авиаотрасли. Выборы на Кубани прошли открыто и без нарушений. Об этом главе региона доложил председатель края избиркома Алексей Черненко. На рабочей встрече обсудили предварительные итоги единого дня голосования. Напомню, в это воскресенье кубанцы выбирали депутатов местных советов и глав поселений. Вениамин Кондратьев отметил высокий уровень организации выборной кампании, а также выразил благодарность жителям, которые не остались равнодушными, и отдали голоса за будущее своих городов и станиц. Явка на муниципальных выборах Кубани составила более 56%. Это самый высокий показатель на юге страны. Хочу вас поблагодарить за проведение выборов. Я еще раз хочу подчеркнуть, я верю в то, что на самом деле было настоящее волеизъявление жителей, потому что это самое главное условие института выборности. И здесь принципиально важно, чтобы власть, которую выбирали сегодня у нас в определенных муниципалитетах, выбрали именно люди, те люди, которые в них живут. И в целом, явка на самом деле высокая. Я хочу здесь поблагодарить именно жителей за их активность, потому что они все-таки верят в то, что их голос является подчас решающим. Действительно, выборы прошли в штатном режиме. Они не носили региональный или федеральный характер, но если еще раз обратить внимание на те характеристики, которые вы назвали, их, конечно, малозначительным не назовешь. Было охвачено порядка 30 муниципальных образований, 670 тысяч избирателей. Строго юридически ни одной жалобы на нарушение законодательства избирательной комиссии края не поступило. Это значит, что избранные органы получили очень серьезный процент легитимности. Больше всего кубанцев пришло на избирательные участки в отдельных поселениях Кавказского, Тихорецкого и Новопокровского районов. Там явка достигла 80%. Прозрачность выборов контролировали более полутора тысяч наблюдателей. Теперь построить дом на садовом участке без уведомлений администрации города не получится. Соответствующие поправки внесены в Городостроительный кодекс страны. Такое же уведомление в мэрию нужно направить тем, кто затеял строительство индивидуального жилого дома на своей земле. Внесенные в закон изменения нам сегодня прокомментировал главный архитектор Сочи Владимир Малов. Для того, чтобы начать вести какую-то хозяйственную деятельность по освоению земельного участка на территории садоводческого товарищества, необходимо также сдавать уведомления о начале строительства. Фактически данный документ ничем не отличается от предоставления документов по выдаче разрешения на строительство. Там есть определенные нюансы, но в основном это представляет собой фактически тот же документ. Соответственно, строительство без уведомления администрации муниципального образования Город Сочи невозможно. То есть строительство можно начинать только после того, когда администрация ответила, что данные планы по строительству соответствуют действующим на территории градостроительным регламентам. По завершению строительства необходимо уведомить администрацию за 10 дней до окончания строительства. За 10 дней перед завершением необходимо представить уведомление об окончании, в котором будет указано, какой объект построен с приложением технического паспорта. Точно такое же уведомление в мэрию теперь нужно подавать и при строительстве частного дома на земле под ИЖС. Такой же документ потребуют и для сноса индивидуальных жилых домов и дач. Кроме того, в администрации подчеркнули, что уведомление нужно направлять исключительно через портал госуслуги. Электронная почта администрации города и департамента архитектуры для этих целей не подходит. Добавлю, что уведомление согласно новому федеральному закону носит нерекомендательный характер, а обязательный. В противном случае собственников земельных участков ждут штрафы. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 11 сентября в Сочи переменная облачность, возможен дождь. Ночью плюс 17, плюс 19. Днем ожидается плюс 22, плюс 24. Температура морской воды плюс 25. Сельские водопроводные сети нашли своего хозяина. МУП «Водоканал» взял в эксплуатацию водоводу четырех сел Кудепстинского округа. Сегодня наша съемочная группа побывала на встрече местных жителей с представителями коммунального предприятия. Организовали ее депутаты городского собрания Сочи. 24 года водопроводные сети сел Красная Воля, Хлебороб, Иларионовка и Калиновое озеро поддерживались в порядке силами жильцов. В далеком 70-м их еще прокладывало сельхозпредприятие «Хостычай». Но в 90-х, когда все рухнуло, люди сами следили за состоянием водовода и только мечтали найти ему хозяина. В городе мы, как жители, не занимаемся водоснабжением, а в селе люди, которые проживают, должны были еще самостоятельно заниматься водоснабжением. Ну, как бы, хотя же проживаем в одном городе. Поэтому я думаю, что сегодня действительно исторический день, когда мы можем свои сети передать специализированной организации. Депутаты пригласили на встречу активистов сел и руководства водоканала. Разработали механизм передачи сетей. Обсудили, как в врачайший срок установить во дворах домов новые приборы учета воды, каждый из которых должен быть с паспортом. Надеюсь, что мы где-то в течение 10, максимум 12, в предел 15 дней проведем все эти мероприятия. Жителям будут выданы абонентские книжки, по которым необходимо будет производить оплату за потребляемую воду. Счетчики будут опломбированы специалистами водоканала. И таким образом мы оставим за чертой сзади 25-летнюю эксплуатацию системы водоснабжения силами ТОСа. И начнется новый этап. Да, мы не волшебники, мы не сможем наладить в течение двух часов отличное водоснабжение. Но, во всяком случае, задача стоит в том, чтобы лишить и людей, и себя проблем. Именно привести в соответствие техническому состоянию всех этих сетей и получить нормальное, но пока техническое водоснабжение. С 15 августа утвержден тариф на поставку технической воды. Это 23,34 рубля за 1 кубометр. Эта вода из открытых источников и не проходит обработку до уровня питьевой. Депутаты пообещали все тонкости передачи на баланс водоканалов сетей Кудепсинского сельского округа взять под личный контроль. С нашей стороны мы возьмем под контроль именно организацию выездных заключений договоров на местах по селам. Потому что мы считаем, что это очень важным моментом. Люди далеко не все могут приехать в водоканал и физически. И процесс будем дальше контролировать. Весь процесс. На данном совещании мы обратили внимание на то, что необходимо в скорейшем порядке, может быть до конца текущего года, МУП водоканалу совместно с заинтересованными службами администрации города Сочи в полном объеме провести инициализацию всех сетей водоснабжения и канализования находящихся на территории этих сел. Точнее, я поправлюсь с сетей водоснабжения. С тем, чтобы в дальнейшем исключить возможность дополнительной финансовой нагрузки на граждан с одной стороны. И с другой стороны обеспечить максимально эффективную эксплуатацию данного муниципального имущества со стороны МУП водоканала. Система передачи сельских сетей водоканалу началась с Лазарьского района. Она упрощенная, никакой технической документации и лишних проволочек не требует. Уже заключено 354 договора. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В одном шаге от заветной цели Борис Димитров вскоре получит российское гражданство. У 20-летнего юноши непростая история. Его дом – Россия, но паспорт болгарский. Последний факт чуть было не привел к депортации молодого человека в страну, о которой он знает лишь понаслышке. В годовалом возрасте из Болгарии его привезла мама. Об этом депутату Государственной думы Константину Затулину поведала бабушка невесты Бориса. Кроме въездного документа у него ничего не было. Когда юноша решил обзавестись российским паспортом, в УФМС посоветовали оформить болгарский. Такая рекомендация ничего кроме недоумения у Константина Затулина не вызвала. Вместо того, чтобы по этим обстоятельствам человек живет здесь уже десятки лет, в упрощенном порядке предоставить ему гражданство, послали его по длинному кругу. Заставили его получить паспорт гражданина Болгарии исключительно для того, чтобы потом он его сдал и получил гражданство в России. Теперь он живет на нелегальном положении в России. Во время приема депутат пообещал, что обратиться в Главное управление МВД России по вопросу миграции. И вот на днях пришел долгожданный ответ из ведомства. Мы вообще писали все время на миграционный учет в Краснодар. Но нам отказы присылали. И мы не могли никак действовать. Обращался тоже и к депутатам. И вот мы обратились к Константину Федоровичу, и он нам помог. Борису уже дали миграционную карту, что на три месяца обеспечит легальное пребывание в России. Далее молодого человека ждет экзамен по русскому языку и получение вида на жительство. А там и до российского гражданства. Недалеко. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ. Летом в Сочи многие бизнесмены ушли в тень. Это отметили на заседании городской межведомственной комиссии по охране труда. Выявлять неформальную занятость в Сочи начали три года назад. Тогда были созданы мониторинговые контрольные группы, по информации которых, именно в курортный сезон предприниматели чаще всего нарушают трудовое законодательство. То есть берут на сезонную работу людей, не оформляя их официально. Подзаработать в Сочи хотят многие. Приезжают и предприниматели, и те, кто к ним нанимается. Пытаются уйти от налогов. Выявленных нарушителей приглашают на межведомственные комиссии. Большое количество индивидуальных предпринимателей в городе 27 тысяч. И большое количество малых, средних предприятий, которые работают в городе. И, естественно, это создает проблему достучаться до каждого. А еще есть, конечно, безусловная проблема с сезонностью. То есть в сезон очень много новых предпринимателей открывают свои объекты. Больше всего претензий к Адлеру и Лазаревскому. Там больше, чем в других курортных районах, процветают серые зарплаты и зарплаты в конвертах. Только Лазаревскому району из муниципального бюджета в этом году на развитие направлено 770 миллионов рублей. Еще более полумиллиарда рублей из краевого на строительство школ и детских садов. А вот собираемость налогов маленькая. В городской бюджет за 7 месяцев этого года вернулось только 134 миллиона. Вы услышите, пожалуйста, наведите порядок. Если у вас нет достойных работников, значит, вам, наверное, их надо подготовить, а потом открывать прекрасные ваши улицы. У нас другого варианта нет. Но люди без трудового договора не могут работать ни 4 часа, ни 4 дня, ни 4 месяца. Вот уже три года в Сочи всех новичков в бизнесе учат работать в рамках трудового законодательства. Многие дела увидят, что не знают взять на работу человека без трудовой книжки, значит, стать нарушителем трудового законодательства. За что не минуем штраф. На сегодняшний день по результатам этой комиссии уже более 5 миллионов рублей наложено штрафов. Ну и, соответственно, взыскана практически такая же сумма. Плановая работа по снижению неформальной занятости не останавливается ни на один день. Уже состояло 74 заседания Межведомственной комиссии по охране труда. С начала года проверено 711 организаций. Выявлено 339 нарушений при оформлении людей на работу. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Репродуктивный потенциал России обсуждали в Сочи. Форум под таким названием продолжается в городе. Семинар проходит в Сочи с 2008 года. Тогда в нем принимали участие около 500 человек. И это был не большой конгресс, а акушерский семинар. Сегодня это уже 4000 специалистов в разных областях, в том числе неонатологи и педиатры. Это медики из более чем 80 регионов России и 14 стран мира. Это абсолютно практическое мероприятие, которое создано для подъема уровня медицинской помощи и врачебной компетенции именно на территории России, то есть тех врачей, которые работают на российских территориях. Поэтому даже иностранные гости, мы им очень рады, но самоцели проводить мероприятие, допустим, международное, для нас в Сочи нет. Нам важно поднимать именно компетенцию российских врачей, работающих на российских территориях. В программе форума «Репродуктивный потенциал России» пленарные заседания, мастер-классы, клинические разборы и доклады от ведущих отечественных и зарубежных экспертов. Что касается репродуктивного потенциала Сочи, то город год от года бьет рекорды порождаемости. Так, за последние полгода на курорте родилось более 4200 малышей. Это почти на полторы сотни больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ну а за 2017-й в Сочи на свет появилось 8037 детей. В Сочи появились новые контейнеры для раздельного сбора мусора. На этот раз для бумаги и картона. Пока их немного, но количество планируют увеличить. Как выглядят новые баки, откуда они взялись и самое главное, куда попадает собранная макулатура, узнаем из следующего сюжета. Жители Сочи уже не удивишь контейнерам для сбора пластиковых бутылок. Установили их в середине лета, и только люди к ним привыкли, как рядом появились новые, в этот раз для макулатуры. Поставили в Сочи контейнеры для удобства, для людей, которые могут спокойно принести картон, бумагу. Это не попадает куда-то там в мусор, в скоб какой-то, где это превращается в мусор, также нет. Это все отдельно сортируется, опрессовывается, и отправляется уже на переработку, на комбинат. А вот и опрессовочный цех. Именно сюда свозится макулатура, собранная из контейнеров. Здесь ее прессуют в бикет, и один такой брикет весит порядка 600 килограммов. Затем их грузят в фуру и отвозят в Пензенскую область. Именно там находится завод по переработке бумаги и картона. А это уже другой прессовочный центр. Сюда можно привезти макулатуру самому и даже получить за нее деньги. Также можно заказать и вывоз картона, и бумаги в случае больших объемов. За месяц через этот небольшой сортировочный центр проходит порядка 100 тонн вторичного сырья. Я считаю, что это очень важно, поскольку у нас у самих двое детей. И мы хотим, чтобы наши дети все-таки жили в природе. Поэтому мы и начали осуществлять этот непосредственный прием картона, чтобы не уничтожались наши деревья, которых и так с каждым годом все у нас, даже в нашем городе все меньше и меньше. Поэтому деревья не уничтожаются, просто перерабатывается наш вторичный картон. Переработка одной тонны макулатуры спасает 10 деревьев. Также это экономит воду и электроэнергию, необходимую для производства бумаги. Пока контейнеров для макулатуры в Сочи немного, всего 7. Однако раздельный сбор мусора будет культивироваться на курорте и далее. У нас со следующего года должен быть определен региональный оператор, который будет начинать работу, в том числе, по организации раздельного сбора мусора. Мы хотим понять для себя, хотим понять, как это будет работать, перед тем, как зайдет региональный оператор. Баки для раздельного сбора мусора появились сначала на объектах транспортной инфраструктуры, затем на пляже, а теперь и рядом с домами. И, похоже, горожане подошли к вопросу экологии ответственно. Эти баги пустыми не бывают. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ. Индийская классика. В рамках фестиваля Индии в России на сочинской сцене выступил самый популярный танцевальный индийский коллектив «Аанарт». В целом же фестиваль «Дружба» охватил 22 российских города. Торжественная церемония открытия состоялась в Государственном Кремлевском дворце. В нашем городе артисты представили одну из восьми форм индийского классического танца «Катхак». «Катхак» – один из стилей индийского классического танца. Зародился в древних храмах Индии. Совершил настоящее путешествие во времени сквозь эпохи великих индийских правителей и не потерял своей актуальности, и, что важно, способности восхищать современного зрителя. Да и сам коллектив, который прибыл в Сочи, не только продолжает классическую традицию, но и создает уникальные танцевальные шоу в современных стилях. Искусство индийской хореографии в нашем городе представили лидеры танцевальной группы «Аанарт». Это Маулик Шах и Ишира Парикх – одни из самых известных в Индии танцоров направления «Катхак». «Рад быть частью этого праздника. Сюда мы приехали, чтобы показать всю красоту индийского танца россиянам. Сам фестиваль несет в себе идею дружбы между нашими странами, чему мы безумно рады». Это встреча двух стран с богатейшей культурой. Здесь мы внесем свой вклад в дело фестиваля Индии в России. В разных интерпретациях продемонстрируем классический национальный танец и очень надеемся вернуться в Россию. Завораживающая пластика, красочные костюмы и ориентальный колорит с танцевальными традициями далекой Индии. В рамках фестиваля индийской культуры в России сочинцы познакомились в Адлерском доме культуры. Первый фестиваль Индии в России состоялся в 1987 году. И вот уже 30 лет – это общая традиция двух стран. В нынешнем году фестиваль Индии приглашает гостей на свои площадки в 22 городах России. Завершится он в марте. Все новости уже на нашем сайте fkt.com Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь, такая, как любишь, такая, как нравится, такая, как всегда. Сезоны «Женская одежда». Парковая 17. Редактор субтитров А.Семкин